Главная тема пресс-конференции – подготовка к началу учебного года. Образовательная система чуть ли не во всех странах мира стоит перед выбором, когда и в каком режиме открывать школы или все же перейти к дистанционной форме обучения. Этот вопрос волнует и граждан Абхазии. По словам министра просвещения языковой политики Иннала Габля, учебный процесс планируется начать с 1 сентября, если ситуация с пандемией будет благоприятной. Санитарно-эпидемиологическая служба республики направила в Министерство предписания, соблюдения которых должны помочь избежать распространения COVID-19 в школах. На 100% мало школ выполнят эти требования, но есть такие даже и есть. Врачи сделали свое дело, они прислали нам свои рекомендации, предписания. Наша задача по максимуму их выполнить. Где мы не можем выполнять, к этому готовиться, шаг за шагом к этой цели идти. Если нам важно здоровье нации, здоровье детей, здоровье педагогов и ваше личное здоровье, ваш здесь присутствующих, если вы не хотите заболеть, попасть в больницу, ваша ответственность содействовать соблюдению этих мер, содействовать своих племянников, племянниц, детей, родителей. Мы должны все, как один фронт, соблюдать эти правила. На улице, в магазине, на работе, в школе, неважно где. Сейчас мы про школу говорим, но это касается всех. Меня в том числе. Рекомендации СЭС состоят из 14 пунктов, главный из которых – установление возрастного ценза для учителей до 65 лет, разгрузка школ, в которых слишком много детей, за счет перевода учащихся по месту жительства, уменьшение количества учеников в классах. Если заменить опытного учителя нет возможности, тогда он в обязательном порядке должен будет пользоваться всеми защитными средствами и мало контактировать с детьми. Пункт об отправке детей обучаться по месту жительства вызвал среди присутствующих неоднозначное мнение. Ведь очень многие работают и живут в городе, а прописаны в деревне. Инал Габля еще раз подчеркнул, что, несмотря на все сложности, нужно сохранить здоровье школьников. Он попросил учителей заблаговременно поговорить с родителями, чтобы они с пониманием отнеслись к проблеме и перевели детей в школы по месту жительства. А учеников, прибывших из Хуарчала, волновал вопрос о возможном дистанционном обучении. Ведь не у всех есть возможность провести интернет, и у многих нет современной техники. Инал Габля отметил, что этот вопрос уже решается. Однако для этого необходимо прибегнуть к помощи общественности и благотворительных фондов. Здесь возникает еще одна немаловажная проблема. Не все учителя умеют пользоваться современной техникой. По мнению Инал Габля, в решении этого вопроса должна проявить инициативу молодежь и помочь старшему поколению освоить современные технологии. В любом случае, все предписания необходимо выполнить. И найти для этого оптимальные варианты заключил министр. Есть школы, где, конечно, все нормально. Врач должен сразу понять это. Если есть температура, например, проверить, сдать тест ребенку. И отправить его в лечебное учреждение. Если он, соответственно, находился в какое-то время в классе, конечно, нужно будет соблюсти 14-дневный домашний карантин. На встрече также присутствовал руководитель Росотрудничества Вадим Чеха, который сообщил, что в этом году 50 абидурентов из Абхазии поступили в ВУЗы России. Отборочная кампания проходила в онлайн-формате. Желающих учиться в Российской Федерации было 384 человека. Однако в тестировании приняли участие всего 118. Самыми популярными направлениями среди абидурентов в этом году стали информатика, информационная безопасность, прикладная геология, а также сервис и туризм. В этом отношении хотелось бы отметить то, что в Абхазии абидуренты, основная часть абидурентов, в принципе, готовы к дистанционному обучению и обладает способностью, безусловно, высокой способностью и к информационным технологиям. В этом отношении отзывы, которые мы получили от Московского физико-технического института, от финансового университета, очень хорошо характеризуют наших абхазских кандидатов, что, безусловно, следует поставить заслугу и Министерству просвещения, и абхазскому сообществу в целом, и родителям выпускников школ, потому что в Абхазии традиционно мы наблюдаем фактически религиозные отношения к образованию. Многие хотят учиться, родители очень хотят, чтобы их дети учились, вкладываются в эту учебу детей, что мы регулярно видим. Вадим Чеха также добавил, что все студенты должны быть готовы к карантинному режиму и сдаче анализов на COVID-19. По окончании карантина на 10-12 день после прибытия сдать тест на коронавирус. Кроме того, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, действующему на данный конкретный момент времени, при въезде на территорию Российской Федерации нужно иметь справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19, методом ПЦР, отобранного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. И документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина. Завершая пресс-конференцию, министр просвещения языковой политики Инна Алгабля отметил, что для полной готовности учреждений к учебному году не обучение, а также маски и перчатки. Министр также добавил, что придется воздержаться от массовых школьных мероприятий, которые планировались на 1 сентября. Сарег Варатьхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.